Всем привет, друзья! С вами я, Эд Скрайбер. Сегодня у нас сравнение двух популярных смартфонов. Это прошка-версия от компании Xiaomi, а точнее от дочерней компании Redmi и от дочерней компании Oppo. Это Realme 5 Pro. 8 Pro против 5 Pro. Детально пройдемся по всем характеристикам, также фото-возможностей и все остальное, друзья. Перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться на Telegram-канал со скидками, купонами, топами лучших телефонов, топами лучших товаров на AliExpress, купонные промокоды, если есть, я тоже там репостчу, друзья. Отличный контент, все ссылочки в описании. Также не забывайте о других розыгрышах на этом канале. Мы разыгрываем три Mi Band'а. Ссылочки, друзья, все в описании на те видосы, в которых Mi Band'ы разыгрываются. Мне кажется, это два отличных конкурента. Выводы, друзья, вас точно очень сильно даже удивят. В Redmi Note 8 Pro телефон, зарядка, кабель, скрепка, мануал, чехол. В Realme 5 Pro телефон, зарядка, кабель, скрепка, мануал, чехол. По сути, все то же самое. Плюсы ставим и одному, и второму телефону, потому что есть чехол в комплекте. Это уже неплохо, чтобы не докупать. Причем чехол неплохой, камера из него не выпирает, и все функции он свои выполняет отлично. Следующий момент – это батарея. В первом случае 4500 мАч, во втором случае 4035 мАч. То есть у Redmi батарея почти что на 500 мАч больше, чем у Realme 5 Pro. Но тест батареи показывает, что примерно они идут на одном уровне, и даже Realme 5 Pro выигрывает. Третий момент – это производительность. В первом случае MTK Helio G90T, видеоускоритель Mali-G76, и 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X. Во втором случае это Snapdragon 712, видеоускоритель Adreno 616, и здесь 4 ГБ памяти типа LPDDR4X. Первый телефон в Атуту убивает 281 тысячу примерно, второй телефон – 220 тысяч. То есть чисто синтетически, если брать, то по производительности и всему остальному, Redmi Note 8 Pro, конечно, будет гораздо лучше. Гораздо лучше он будет справляться также и в играх. То есть все эти тесты показывают, что в принципе он гораздо сильнее. Но все-таки здесь Snapdragon, он более энергоэффективен. На видеоускоритель Adreno 616 тоже это не Mali. Это все-таки другая песня, но чисто синтетически, конечно, он ему точно проигрывает. Пиши, кстати, в комментах, что ты выбираешь – Redmi или же Realme. Не забывайте подписываться на этот канал, лайк оставить этому видео, и в комментариях тоже, друзья, нашумите, насколько это возможно. По экрану. В первом случае экран 653 дюйма, это IPS матрица, Full HD+, разрешение 391 ppi. Во втором случае это 6,3 дюйма экран, IPS матрица, Full HD+, разрешение 409 ppi. А яркость и в том, и в другом случае на минимальных и на максимальных значениях почти что одинаковая. И на том, и на другом телефоне удобно поглощать контент, удобно играть в игры. Единственное, что у олеофобка у Realme немножко похуже. С завода установлена пленка, и на ней олеофобка так себе скажем. То есть можно докупить стекло с хорошим олеофобным покрытием, допустим, от Nilken или какие-то другие, и воспользоваться им. Но если говорить в целом о качестве экрана, о контрастности, яркости и всему остальному, то это два одинаковых экрана, очень даже хороших, поэтому плюс здесь достается и одному, и другому телефону. По звучанию. В первом и втором случае один динамик, в первом случае выставлен регион Индия, во втором стандартные настройки. Но даже на этих стандартных настройках Realme звучит громче. То есть самое большое преимущество не в качестве звука, а именно в громкости. То есть он гораздо-гораздо громче. И здесь я плюс ставлю Realme 5 Pro только потому, что он громче звучит. Для меня это, допустим, важно, да? Чтобы музыку можно было погромче, YouTube-чик погромче, ну и звонки, чтобы принимались тоже погромче. То есть здесь очевидный плюс в этом отношении. Шестой момент — это сканер отпечатков пальцев. В обоих случаях он на задней панели. Отмечу, что у Redmi он встроен более так красиво, да, незаметно, но работают они по скорости плюс-минус одинаково. То есть и один, и второй справляется с своей задачей очень даже шустро и очень отлично. В этом помогает и процессор, и прошивка отличная. Здесь тоже по плюсу каждому телефону. Седьмой момент — это дизайн. Здесь, конечно, мнения могут очень сильно расходиться, но и тот, и другой телефон очень даже красивый на самом деле. И Redmi очень красив в этом году. Это не прошлый год уже, и не позапрошлый тем более. Realme тоже очень красив, но здесь я подумал, знаете, о чем? О материалах корпуса. В первом случае это стекло, во втором случае это пластик. И я здесь ставлю плюс Redmi Note 8 Pro только за материалы. Все-таки стекло — более дорогой материал, хотя он может быть дороже в обслуживании, но в целом все равно стекло есть стекло. Восьмой момент — это модули связи. Собственно говоря, ради чего создается сам телефон. В первом случае LTE бенды. 37-й, 20-й бенд присутствует. Wi-Fi на 2, 4 и 5 ГГц есть. GPS и NFC есть в этом телефоне. Наконец-то Redmi стали его ставить. Во втором случае LTE тоже есть. 37-й, 20-й. Отлично. Wi-Fi на 2, 4 и 5 ГГц тоже есть. И NFC здесь нет. NFC здесь нет, друзья. Realme, вы вообще просто, вы звери. Я не знаю, я... Realme, вы смертники. Вы все сделали круто, кроме NFC. Причем в глобальной версии Realme 5 NFC есть. А в прошке почему-то нет. Ну, короче, так они решили. GPS работает, все отлично. Понятно, что плюс достается здесь Redmi Note 8 Pro. Девятый момент — это порты. Сюда я включил все вместе. Как бы это порты и все остальное. А в первом случае USB Type-C. Зарядка в комплекте лежит на 18 Вт. Отлично. И комболоток стандартный. То есть либо две наносимки, либо одна наносимка плюс microSD. Во втором случае USB Type-C. Зарядка на 20 Вт сразу же в комплекте. Быстрая, кстати, заряжает. Действительно, гораздо быстрее, чем Redmi Note 8 Pro. У Realme и батарея меньше. Сама зарядка гораздо быстрее. И понятно, что заряжает он в разы быстрее, чем Redmi. Ну и комбослоу здесь лучше. Он тройной. То есть сюда две наносимки плюс microSD. Можете еще на 256 сюда воткнуть. И просто у вас будет флагман настоящий. Здесь плюс достается Realme. Восьмой момент — это камеры. В первом случае камера основная на 64 Мп. Во втором случае на 48 Мп. Давайте пробежимся по снимкам. Первый снимок на 48 Мп и 64 Мп. Realme справа, Redmi слева. Делаем жесткий-жесткий такой кроп. Приближаем. И мы видим, что детализация плюс-минус одинаковая. Где-то может быть на Redmi чуть лучше, где-то на Realme чуть лучше. На Realme, обратите внимание, более светлые фотографии. Получается на Redmi более темные. Но я не сказал бы, что 64 Мп делают в одну калитку 48 Мп. Нет, этого не происходит, друзья. Отличные фотки как на одном, так и на другом телефоне. А следующие две фотографии на широкий угол. Справа Realme, а слева Redmi. У Realme, обратите внимание, угол более шире. То есть это прям широкоугольный-широкоугольный. У Redmi немного поменьше. А если мы приблизим, кроп сделаем небольшой. То две эти камеры снимают плюс-минус одинаково. Не очень хорошо, мне качество не нравится как в одном, так и в другом случае. Здесь 8 Мп и в целом они не вытягивают. Если вы хотите снимать на широкий угол влоге, допустим, да, или какие-то делать качественные фотографии, то это не получится. То есть просто обычные стандартные фотки. Ну и телеобъектив в первом и втором случае. По сути это обычный кроп на основную камеру. И плюс-минус здесь тоже они, друзья, одинаковые. Где-то в одном лучше случае, где-то в другом лучше случае. Но вот прям конкретная разница здесь не видно. А макросъемка здесь тоже, если посмотреть в целом, разницы нет. Но если уж прям сильно-сильно придираться, то у Realme макросъемка немножечко похуже. По фотовозможностям и Redmi и Realme справились очень неплохо, по плюсу каждому телефону. Следующий момент это видеосъемка. И тот или другой телефон снимает в 4К. В Full HD разрешении есть стабилизация в одном и в другом случае. На всякий случай запишем ширик. Вот таким образом он снимает, да. Ширик тоже здесь хороший. Не, не скажу, что он хороший. Видео сейчас пишем на основную камеру Redmi Note 8 Pro. Видео мне здесь очень нравится. Здесь все в порядочке и стабилизация, и в принципе картинка все как бы окей в этом телефоне. Давайте вот так вот еще поделаем. Так записывает основная камера на Realme 5 Pro. Вот посмотрите, да, тоже на стабилизацию обратите внимание. Здесь она мне тоже нравится. Все прям окей. И не могу сказать, что она хуже или лучше. В принципе, два этих телефона по сути равны по качеству и по стабилизации. И ширик на Realme снимает вот таким вот образом. Тоже обратите внимание. Плюс-минус где-то что-то похожее. Хотелось бы немножко получше. Но вот что есть, то есть. По видео мне понравилась съемка и там, и там. По сути, они одинаково снимают. Поэтому здесь тоже по плюсу хорошая качественная съемка. Следующий это селфи-камера. Здесь, конечно, разница очень большая. Давайте сделаем кроп. Обратите внимание вначале на цветопередачу. У Redmi цветопередача хуже гораздо. Передает небо не так весело и красиво. Но когда мы сделаем кроп, окончательно становится все понятно. У Redmi замыливается. Не очень хорошая детализация. У Realme просто все супер, отлично. Это, кстати, одна из самых лучших фронталок в бюджетном сегменте 2020 года. И по селфи-камере понятно, что здесь очередной плюс достается Realme. 13-й момент, друзья, это эргономика. Эргономика очень важна. Насколько удобно телефон лежит в руках. Насколько удобно им пользоваться. Сканером отпечатков пальцев и так далее. В целом, конечно, Realme более эргономичный. Он чуть поменьше. У него жесты можно перенести в нижнюю часть экрана. То есть не дотягиваться до боковушек. А прямо снизу все делают жесты. Это очень-очень удобно. До сканера отпечатка пальцев дотягиваться удобно. И, в принципе, палец сюда интуитивно хорошо ложится. Эргономический телефон продуман очень хорошо. У Redmi есть проблемы. Во-первых, он лопатообразный. То есть он достаточно большой. Сканер отпечатков пальцев, хотя и спрятан хорошо. Интуитивно найти его пальцем гораздо сложнее. И жестов нет в нижней части экрана. Это очень-очень плохо. Почему-то их не сделали. Плюс достается Realme. По ценнику здесь тоже возьмем две цены. Сначала у официальных дилеров. То есть в России версия 628 у Redmi стоит 20 тысяч рублей. А Realme 428 у 16 тысяч рублей. На Алиэкспрессе Realme можно найти за 11 тысяч 800 рублей. Это где-то 186 долларов в версии 428. На Али Redmi 14200 рублей. Примерно 224 доллара за версию 628. Здесь отдаем плюсы Realme, потому что он гораздо дешевле. Итак, давайте почитаем все плюсы. Redmi Note 8 Pro мы считаем и здесь 8 плюсов. Realme мы считаем и здесь 11 плюсов. В этой эпичной битве победил Realme. У него есть свои плюсы, есть свои минусы. Конечно, многие из вас привыкли к Xiaomi, к их прошивке и так далее. Но в этом году нельзя недооценивать именно Realme. Они дали очень большую боню компании Xiaomi. И в этом прямом сравнении Redmi просто-напросто выиграл. И для меня это не было удивлением. Я даже заранее, по сути, предполагал, что будут такие результаты. Конечно, хочется и напрашиваться сравнение с Redmi Note 8T. Если вы желаете, то обязательно пишите в комментариях. Лайкайте этот видос, насколько это возможно. И мы сделаем такое сравнение. Друзья, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok